Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Я приветствую вас в программе Формула права. Владимир Рябинников с вами. Сегодня мы будем разговаривать на тему расширения Москвы. Дела земельные, все, что с ними связано, хорошо это или плохо. Москва и государство заявило о том, что присоединенные территории затрагивают исключительно интересы 220 тысяч человек. Не более, но на самом деле все немножко сложнее, потому что абсолютно мы забыли про земли промышленные, земли дачные, про собственников, которые проживают в других регионах, в той же Москве, которые владеют определенным комплексом недвижимого имущества. Вот об этом мы сегодня будем разговаривать. В студии у нас Мария Капустюк, юрист, специалист по земельному праву и вопросам недвижимости, а также Татьяна Кривова, которая расскажет нам, что же светит в связи с этим всем регистратором, которые сейчас заняты на этой Ниве и работают там что-то, хорошо, плохо. Мое мнение, как сказал один мой очень хороший знакомый, что я бежал от Москвы, а Москва меня догнала. Так и получилось, в принципе, догнала Москва, что же светит. Милые эксперты, Мария, Татьяна, так что же все-таки теперь нам светит? Перед тем, как мы начнем разговаривать, я напомню нашим радиослушателям телефон прямого эфира. Это 65 10 99 и 6, код города 495. Пишите ваши вопросы, ваше мнение, ваши пожелания нам на сайт финан.фм. Итак, расширение Москвы свершилось. Что это, хорошо, плохо? Здравствуйте. Действительно, свершилось. Очень много вопросов в связи с этим возникает у тех, кто проживает на данных территориях. Естественно, все вопросы мы сегодня озвучить не сможем, потому что их огромное количество. Нет, мы пройдемся по ключевым, по ключевым, которые затрагивают абсолютно на самом деле всех. Ну, давайте, может быть, просто определим, да, определенные, может быть, границы, да, того, что мы сегодня рассмотрим, потому что я думаю, что с точки зрения законодательства сейчас все тоже сказать невозможно, потому что я думаю, что сами власти об этом пока еще не делают. Не волнуйтесь, смотри, я вам помогу. Так что с землей-то будет? Отберут? Ну, давайте скажем, да, следующее. У нас присоединение Москвы уже произошло с 1 июля 2012 года. Так. У нас территория Москвы увеличивалась в 2,3 раза. Собственно говоря, произошло это увеличение за счет земель, расположенных на юго-западе Московской области. Ну, то есть самые шоколадные места. Ну да, шоколадные места, такие очень хорошие зоны. С точки зрения риэлторов, да. Да. Вот, собственно говоря, подошли они фактически к границе с Калужской областью. Собственно, к Москве присоединены территории, которые сейчас у нас будут разделены на два административных округа. Давайте мы вкратце просто расскажем, а что же было присоединено. Итак, у нас пошло, что там, Рублевка, Москва? Ну, теперь да. Давайте скажем, ну, я не знаю, стоит ли говорить о тех административных единицах, да, территориальных, которые у нас вошли в состав. Наверное, все могут прочитать это и на страницах интернета, да, и так далее. Ну, просто так вот расположение. Так, юго-западное, Рублево-Архангельское, да? Да. Юго-западное направление, западное управление направления. Да, абсолютно верно. Одинцово вошло? Одинцово частично вошло. Давайте я просто, может быть, скажу, что у нас сейчас будет образовано два административных округа, Новомосковский и Троицкий, которые стали, соответственно, одиннадцатым и двенадцатым административными округами столицы, и в него вошли поселение Сосинское, которое входит у нас теперь в Новомосковский административный округ, поселение Воскресенское, вошло туда же, поселение Десеновское, поселение Мосрентген, поселение Московский. Ну, давайте мы не будем перечислять полностью по списку, потому что там действительно очень много муниципальных образований, которые войдут в состав Москвы. Ленинский район целиком, походу, вошел туда, правильно? Ленинский район целиком. Что еще туда вошло? Прямо по районам по старому лучше, может быть, пробежаться, потому что, ну, так перечислять сейчас все деревушки, как же это правильно называется, поселения городского типа, ну, у нас просто эфира не хватит. Да, ну, сюда вошли городской округ Троицк, поселение Шаповское, Краснопохорское, поселение Михайлово-Ярцевское, поселение Вороновское, тоже очень известное всем, поселение Кленовское, Роговское, Первомайское, Новофедоровское, поселение Киевский. Также будет формироваться отдельная площадка Рублево-Архангельское, отдельная площадка Конезавод-ВТБ и отдельная площадка Сколково, которая, собственно говоря, Рублево-Архангельское у нас войдет в состав муниципального округа Кунцево, так же, как и Конезавод-ВТБ, а площадка Сколково войдет в муниципальный округ Можайский. Вот. Может быть, я не совсем точно назвала там, может быть, некоторые сейчас уже муниципальные районы, да, но тем не менее, то есть, необходимо просто знать, действительно, может быть, кто этим вопросом еще не задавался, да, что эти районы вошли в состав теперь города Москвы, и это влечет определенные изменения для них, достаточно серьезные. Ну, может быть, мы начнем, действительно, то, что у нас 29 июня 2012 года принят закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, которые затронули у нас несколько таких серьезных законов, в частности, закон о налогах на имущество физических лиц, основы законодательства Российской Федерации о нотариате, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество сделок с ним, Мария, Мария, землю доберут? Я вам на этот вопрос ответить не могу. Тогда я отвечу. Хорошо, тогда я отвечу, я возьму ответственность на себя. Процедура изъятия земель для государственных нужд упростилась, не упростилась? Вы знаете, она осталась такой же, она четко прописана. Такой же простой. Такой же запутанной, я бы сказала. Вот, поэтому здесь говорить исключительно о том, что она там упростилась или усложнилась нельзя, так как везде говорят о том, что у нас есть определенные гарантии того, что будут права собственников сохраняться и как они будут гарантироваться. Но скажу вам так, каждый раз этот случай будет изъятие, если он будет иметь место быть, он будет индивидуальный. И сложно сказать вообще, как это будет происходить и как в каждом конкретном случае собственник будет охранять свои права по отношению к государственным органам. Естественно, им понадобятся и юристы, и профессиональная юридическая помощь, и помощь оценщиков. Мария, не стесняйтесь, мы-то с вами юристы, мы прекрасно все понимаем. Не надо обходить острые углы. То есть я на самом деле не боюсь сказать своими словами. То есть процедура изъятия земель для государственных нужд настолько проста и настолько изложена в сторону государства, что на самом деле, если государство пожелало изъять эти земли, то это делается по щелчку пальца. А тот, у кого изъяли эти земли за бесценок, будет оббивать пороги судов наших беспристрастных и правды не найдет. Потому что их будет тыкать носом в закон и говорить, господа, вот так вот, извиняйте, все по закону. Ну да. Развитие инфраструктуры, новые дороги. Да, 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 да. Мы прокладываем очередную федеральную трассу, непонятно куда. Сейчас вот объявили, точнее я слышал, объявили мораторий. Мораторий на что, почему и зачем? Мораторий. Громко сказано, конечно, мораторий. Да, я просто потом, в следующей части мы еще поговорим о гарантиях, которые были озвучены, гарантиях населению, да, то есть мы говорим о вот этих 220 тысячах. И, Татьяна, вы за эфиром сказали, так красиво было сформулировано касательно... Выкупа и обмена, по желанию. Нет, как что, учитываться будет мнение всех остальных? Учитываться будет мнение дачников, владельцев участков, но, опять же, если пожелания этого слоя населения пройдут вразрез с пожеланием властей, то, соответственно, преимущество будет за властями. Ну, я понял. То есть вот об этом мы поговорим в нашей следующей части передачи. Я напоминаю нашим радиослушателям телефон прямого эфира 651099,6, код города 495, либо пишите нам на сайт финанс.фм. А сейчас у нас новости. Мы продолжаем разговор о присоединении к Москве новых территорий, о земельных вопросах, связанных с этим. Как с моей точки зрения, попадало у абсолютно всех на свои земельные участки, потому что вера в государство крепчает просто с каждым днем, а дела государственные показывают, что верить стоит, в кавычках. Итак, мы продолжаем. Изъятие земельных. Хорошо. Ну вот сейчас вот пришло государство. Сказало, что мне, например, необходимо для строительства очередной трассы земельного участка, который принадлежит, например, комбинату железобетонных изделий. Или же какому-нибудь строительному рынку. Или еще хуже СНТ «Ромашка». Что произойдет? Ну, давайте все-таки поговорим о гражданах. Я, конечно, сочувствую комбинату ЖБИ, но людей мне всегда больше жалко, чем предприятия. То есть с юридическими лицами даже церемониться не будут? Ну, я не думаю, что будет церемониться. У нас принцип единый для всех. У нас есть такое понятие в законодательстве как собственники. У нас под этим понимаются и физические лица, и юридические лица. Ну, собственно говоря, что хотелось бы сказать всем собственникам, которые находятся на вновь присоединенных территориях, то, что, уважаемые друзья, уважаемые господа, одна из гарантий, которая в целом может хоть как-то создать для вас возможность оценить свой земельный участок и свой дом, который расположен на данном земельном участке, это то, что собственники уведомляются об изъятии своих земельных участков не позднее, чем за год до момента изъятия. То есть, собственно говоря, им приходят уведомления, которые говорят о том, что, уважаемый собственник, здесь планируется проведение федеральной трассы, поэтому ваш участок подлежит изъятию. За год можно провести оценку, при этом действительно привлечь для этого профессионального оценщика, который оценит данный участок по рыночной стоимости. И затем, а, кстати, очень тоже важное замечание, что в случае, если действительно какие-то очень срочные со стороны властей принимаются меры по изъятию, то менее чем за год данный участок у собственника может быть изъят только исключительно по его желанию. Если, естественно, такое желание отсутствует, то он уведомляется не позднее, чем за один год. Естественно, нанимается оценщик для того, чтобы определить рыночную стоимость, потому что возмещение данной рыночной стоимости, либо предоставление какого-то равнозначного земельного участка будет производиться по той стоимости, по которой оценят. Естественно, если вы предоставляете свою оценку, а власти предоставляют свою, естественно, это предмет для спора, безусловно. То есть, по крайней мере, это закорючка, и можно будет потом зацепиться. Конечно. Я как юрист считаю, что это, собственно говоря, и будет всегда определенного рода гарантией и, может быть, камнем преткновения для государственных органов, органов местного самоуправления, для того, чтобы каким-то образом свои права собственнику защитить. То есть, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, уже сейчас необходимо озаботиться о том, что, как вы будете доказывать государству, стоимость ваших земельных участков, соответственно, вашей постройке, независимо, дача это или это комбинат ЖБИ, необходимо уже сейчас оценивать. Желательно, чтобы это все было в БТИ зарегистрировано, ну, или, по крайней мере, планы в БТИ существовали. И очень необходимо, из практики вам своей говорю, чем раньше вы начнете страховать свое имущество, тем больше у вас будет доказательств того, во сколько реально было оценено имущество. И, соответственно, вы сможете в суде в дальнейшем оперировать, что то, что вам говорит, например, администрация какого-нибудь муниципального образования, что стоимость вашей постройки, опять же, повторюсь, неважно, что это дача или склад или еще что-то, составляет 0 рублей 0 копеек, и государство предлагает вам выкупить ровно за одну копейку со щедрого, как барского плеча, вы будете доказывать в дальнейшем в суде, что, господа, это все не соответствует действительности, потому что страховалось и платились налоги именно с той стоимости, которая была заявлена, не та, которую вы решили сейчас. То есть необходимо уже сейчас об этом озаботиться. Почему? Потому что на самом деле осталось не так уж и много времени. Буквально один год. Потому что в 2013 году, скорее всего, именно в этот промежуток, в к лету, будет принят генплан по вновь присоединенным территориям. И вот в генплане-то как раз, вы помните, как это обсуждалось неоднократно по генплану города Москвы, по генплану других городов, о существовании этого генплана и о том, что собирается город строить, благодаря нашим чиновникам мы узнаем постфактум. Соответственно, есть обоснованные, как говорят юристы, опасения, что и в данном конкретном случае по вновь присоединенным территориям мы поздно узнаем о том, что же государство решило строить на вновь присоединенных территориях. Под государством здесь понимается конкретно город Москва, конкретный субъект федерации. Поэтому, если вера крепка, то вы можете спокойно ожидать, пока вас поставят перед фактом. Если же вы из той когорты людей, которые будут при потопе бороться за свое здоровье, за свою жизнь самостоятельно, начинайте уже сейчас барахтаться. Это реально необходимо. По одной простой причине. Придут, объявят и заберут. Можно два момента. Я, может быть, чуть-чуть перебью, потом, может быть, вернемся к генплану. Это очень важное дополнение. Но, опять-таки, это не к вопросу о гарантиях, а это как раз к вопросу о том, что здесь права наши ущемили. Вот, вот, давайте, кстати, существует же по гарантиям какая-то... Нюанс, нюанс, маленький нюанс, да. Да, так и назовем. Существует какая-то нюанс. Какой-то нюанс, да. Нет, именно какая-то. Вот, момент следующий. То, что если вы стали производить какие-то улучшения, производить какие-то затраты на свое имущество, в частности, на земельный участок или дом, или на какое-то иное имущество, которое находится на данном земельном участке, после объявления вам о том, что ваш земельный участок будет выкуплен, соответственно, и дом тоже, то данные затраты, убытки и расходы вам не возмещаются. То есть наш, получается, законодатель закрепил то, что вот до объявления, безусловно, все это о выкупе, войдет все это в понятие, там, рыночная стоимость, да, будет оценено, соответственно, будет, подлежит возмещению. Все, что вы сделали до, например, как только вам пришло уведомление, вы стали, допустим, скоро делать ремонт, или там возводить какие-то иные хозяйственные постройки, естественно, это не будет возмещаться. Ну, я считаю, что это очень серьезное ущемление, потому что есть понятие планы, да, каждый человек, который живет в своем доме, естественно, он как-то его улучшает, развивает и так далее. Поэтому я считаю, что это очень большой минус для физических лиц. Скажем так, вот углубляясь в эту тему, грубо говоря, вот мне государство пришло и сказало, что на территории моего склада, моего завода, моей парковки, моей бензоколонки, моего ларька или дачного участка будет проходить трасса G1. И в связи с этим мне необходимо лишиться своей собственности по цене, которую предлагает мне родной город. Не соглашаетесь, естественно. Хорошо, я говорю, нет, не соглашаюсь, да ну нафиг, не нужна мне трасса G1, вот у меня есть собственность. Дальше что? Вы, соответственно, обращаетесь в оценочную компанию, имеющую соответствующую лицензию, которой вы доверяете. Она производит оценку свою. Естественно, вы знаете, что всегда те оценки, которые вам предоставляют оценочные компании, они, ну, очень представляют собой абсолютно объемный труд. Это очень, ну, большие по вот количеству даже листов, да, тома, я их так даже могу назвать. Там проводятся разные системы оценки, которые, ну, приводит данная оценочная компания. Поэтому это совершенно не голословное, да, заявление о том, что я считаю, что это стоит столько, а там собственник считает, что это стоит там абсолютно по-другому. Естественно, это и будет предметом рассмотрения в судебном порядке, почему, допустим, органы государственной власти или органы местного самоуправления предлагают одну цену, а собственник на основании, опять-таки, там, совершенно компетентного заключения оценщика предлагает совершенно другую стоимость. Поэтому я считаю, что за свои права нужно бороться. Нет, ну круто, хорошо. Государство, ты пришел сказать, вот, хочу. Я говорю, не хочу. Дальше что? Суд. Суд. Да. На госнужды в генплане написано, что надо изъять. Ну, в первую очередь они в суд обратятся на вас. Ну, а там дальше уже по решению суда. Ну, смотрение суда есть такое. Как многозначительно, Татьяна, вы это сказали. Я понимаю, что пытаетесь вы сохранить политкорректность, но на самом деле, действительно, трасса Ж1 будет проложена, и, соответственно, суд, скорее всего, примет по сторону города Москвы. Правильно? Спорно. Ну, по практике просто. Я знаю, что вы судитесь по недвижимости, я знаю, что вы судитесь, Татьяна, вы, Мария, по недвижимости. Ну, вот прям по практике, по практике. Вы знаете, я бы сказала немножко по-другому. Это зависит от точки зрения, убеждения, внутреннего, ну, так скажем, внутреннего самосознания, права сознания того судьи, который будет это рассматривать, и тех, может быть, доказательств, которые приведет собственник в данном конкретном процессе. вот, я не хотела бы просто какие-то в данной ситуации... Да нет, я просто дам комментарий, да, потому что вы действительно должны сохранять политкорректность. То есть вероятность того, что государство у вас отберет этот участок, она, ну, вот чуть-чуть не дотягивает до 120%. Вот чуть-чуть, там, буквально 118-119%, что у вас это отберут. Кто не верит, ради бога, звоните нам на телефон прямого эфира 6510-99-6, код города 495, пишите нам на сайт финам.фм, высказывайте свою точку зрения, высказывайте, может быть, уже кто-то, хотя я сомневаюсь, но уже получил письма счастья от города Москвы. Сообщайте нам об этом, с удовольствием разберем и поможем, может быть, юридическим советом, а может быть, даже уже и не юридическим. А мы уходим на новости, звоните, пишите в следующей части, будет тоже интересно. Мы продолжаем разговор о расширении Москвы, что нас ждет, чем для нас обернется. И у нас звонок. Алло. Алло. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Максим. Максим, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня два маленьких вопросика, но сначала я хотел сказать вам небольшое замечание, что ли, если так можно выразиться. Вот смотрите, программа уже идет давно, я еду с площади Гагарина сейчас, уже по Новой Риге километров 20 проехал. Но реальной информации, которую вы даете, очень мало. Я не владею землей на юг и западе Московской области, но поскольку я тоже землей владелец в другом месте, вопросы крайне важные, потому что завтра это может случиться в любом другом районе, в Московской области или вообще там России. И поэтому хочется услышать какие-то конкретные, быстрые ответы и без всякой к чертовой матери политкорректности. Я прошу прощения за выражение в прямом эфире, но какая политкорректность, когда речь идет о том, что людей могут лишить их собственность? Максим, задавайте прямо вопросы. Вы конкретно получите конкретный ответ. У меня два вопроса. Во-первых, вот когда говорите, в общем-то, все, что касается... Хорошо, можно оценить любой дом, согласен, или постройку, или так далее, или земельный участок. Но одно дело, когда мы с вами, допустим, я хочу купить участок, ну, не знаю, вот мне приспичило, я живу в Москве, хочу построить себе загородный дом. Это одна ситуация. Это одна оценка земли или уже построенного дома. И другое дело, когда люди там живут, у них там есть все, у них там жизнь прошла, у них там родственники, у них там похоронены бабки с дедами и так далее, и так далее. Как это можно учесть при оценке? Вот этого я не совсем понимаю. И кто, и как это учитывать? Это просто. Первый вопрос. И второй вопрос. Мы же все прекрасно знаем, что один и тот же дом может быть по-разному сделан. Я понимаю, что вы говорили, что есть целые тома оценок, оценки там и так далее, муты, документы. Но реально, в одном доме, я банальщину говорю, но все-таки, в одном доме туалет может быть выложен плиткой самой дешевой, которая стоит там 50 рублей за метр, а кто-то старался для себя, делал дом годами, покупал, я не знаю, там испанскую плитку, хорошую туалет и так далее. Стоимость квартиры или дома, мы все это прекрасно знаем, может заметно разниться от того, что есть, как. Какая там баня, старая развалившаяся или позавчера построенная. Максим, поэтому я вам сразу и сказал, возможно, просто вы прослушали. Необходимо заходить, у нас не просто оценка, а идти через страховую компанию. Если вы построили дом или вы построили, ну, неважно, там дом, давайте говорить про дом. Построили дом, вы его должны обязательно застраховать. Чем раньше вы его начнете страховать, тем дольше у вас будет документального подтверждения, сколько это стоило. Страховщики, когда они приедут осматривать ваш дом, они как раз посмотрят, что за плитка, какое внутреннее убранство дома, что это, просто вагонка или же это все-таки мрамор. То есть, понимаете, это все будет отписано в акте. В дальнейшем, когда государство придет и скажет, что все, я это у тебя забираю и оцениваю это в 0 рублей, у вас будет документальное подтверждение о том, что, ребят, да неправда, вот я на протяжении уже пяти лет, например, страхую данное имущество по такой-то цене. Айда, в суд, там будем разбираться. Ну, мы же понимаем, что страховая компания, ни одна страховая компания не может учесть все вплоть до электрочайника, это смешно. Нет, неправда. Подождите, Максим, неправда ваша, абсолютно неправда ваша. Я чуть-чуть по-другому скажу, чуть-чуть по-другому. Старую пословицу, знаете, да, русскую? Два переезда равны одному пожару. Совершенно верно, есть такое. Вы же понимаете, что это просто невозможно все учесть. А потом, объясните, как можно застраховать могилу матери? Нет, ну могилу, конечно же, вы не застраховываете. Точно так же, как и память, точно так же, как и чувство. Как и память. Да, и если люди выросли в этом районе всю жизнь, а им, допустим, предлагают участок, или они вынуждены участок, я не знаю, там, в Столдомском районе или под Дубной где-нибудь, с какого перепуга они должны переезжать на 100-150 километров? Вот это как оценить? Спасибо. Извините за... Ничего страшного нам. Надо поживее и поактивнее. Какая может быть поликорректность? Спасибо. Учтем, спасибо вам. Спасибо. Вот, видите как? То есть надо поживее и поактивнее. Это больше к вам, а не ко мне. Учтем. Вот так вот я элегантно спрыгну. Смотрите, да, то есть как бы изначально, перед эфиром мы хотели, вот вы говорили мне про законы, про то, про сё. Вот реально, радиослушатели вот интересуют. Вот человек собирается покупать дом, что делать? То есть вот как противостоять? Никак получается? Ну, здесь вопрос даже не о политкорректности. Да что с ним с политкорректностью? Давайте сразу перейдем к гарантиям. Гарантии, вот наше государство как бы что-то заявило про какие-то гарантии жителям, которые присоединяются к Москве. Ну, давайте здесь очень, я тоже определю очень такой достаточно серьезный, да, момент по поводу, безусловно, в нашей стране еще нет такого там развития, да, вообще правосознания, говорящего о том, что мы можем действительно оценить там тот или иной дом или тот или иной земельный участок, исходя там действительно из того, что, как оценивать непосредственно собственник, то, что здесь прошло его детство, и действительно он там здесь вырос и так далее. Это понятно. Подождите, это я по собственному опыту могу сказать. Недавно я страховал во вновь присоединенных территориях свою собственную дачу. Ну, понятно, да, что близость к сердцу, никто мне ничего не застрахует. Но то, что вот там чайник, да, это внутреннее оборудование. Все это можно прописать. Единственное, что надо обязательно уделить время, сесть и составить список. Да, это не просто так, я пришел и застраховал. То есть вы бы вызвали действительно агента, чтобы сели вы, составили список, имущество. При страховании обязательно страховщик будет учитывать, из чего сделан дом, как он сделан, потому что это все равно, да, денежные взаимоотношения. И обязательно все прописывать. Я сам это делал и прописывал очень четкий, очень большой список. Что рекомендую, кстати, и нашим радиослушателям. Так вот, по гарантиям. Вернемся к гарантиям. Так что нам прогарантировало это государство? Ну, давайте я просто, может быть, вернусь действительно к законодательству. Могу сказать следующее. То, что у нас вообще изъятие земельных участков производится в исключительных случаях. Я не хотела бы просто действительно производить какую-то здесь сейчас, ну, определенную истерию. У нас исключение будет всегда. У нас вся наша жизнь это исключение, Мария. Ну, не дам. Вот видите, Максим меня пристыдил. Не дам я вам теперь толочь в ступе воду. Давайте так. Я перечислю условия, и вообще при которых данное изъятие возможно, да. И, может быть, еще раз повторюсь по поводу тех гарантий, которые предоставляет нам, ну, исключительно земельное законодательство. В данной ситуации у нас ничего не менялось. Я думаю, что, наоборот, данные, даже нормы, которые там предусмотрены, будут чрезвычайно актуальны и важны. Давайте я просто скажу о том, что у нас изъятие земельных участков возможно в исключительных случаях, связанных с размещением объектов государственного или муниципального значения, при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов. В частности, это объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального значения. Это объекты использования атомной энергии, объекты обороны и безопасности. Маша, я вас очень прошу, сейчас не надо защитить. Федеральный транспорт. Давайте мы послушаем нашего радиослушателя. Давайте. Алло. Алло. Петр, здравствуйте. Добрый день. Меня Петр зовут. У меня есть ремарка небольшая и вопрос. У меня как раз дача находится на новоприсоединенной территории. Это поселок Малинки. Он находится между Троицком и Московским. То есть середина новоприсоединенных территорий. Это не самый дорогой поселок, который находится на этой земле. Не элитное жилье, но все-таки я отслеживаю стоимость на землю, на участке, на... Ну вот в нашем поселке, кстати, после присоединения поселка-города земля сразу очень сильно подорожала. То есть на 20-30 процентов. Петр, Филькина грамота и игрище местных риэлторов не более. Еще раз говорю, до 2013 года, пока не будет опубликован генплан, все эти стоимости, да, это, извините, просто порнография. Ну, я землю, безусловно, страхую. И страхую на приличные деньги. И землю, и дом. И я хочу сказать то, что если государство там что-то будет строить и выкупать, я надеюсь, что я буду отстаивать свои права до последнего. И я хочу получить за этот участок очень хорошие деньги, 15-20, может быть, 25 миллионов, никак не меньше. То есть дороже, чем квартира в Москве. Многие квартиры в Москве. Но выплатят, Маш. То есть это суммы такого порядка. Это первое, что я хотел сказать. Второе, что я хотел сказать, спросить у вас, точнее говоря. Дело в том, что в последние годы в Московской области, во всяком случае, в этом регионе было ограничение на вырубку леса. То есть поля, свободные участки земли застраивали очень активно. А лес не трогали. Скажите, вот эта практика, она будет сохраняться или все вырубят подчистую? И будет чистое поле, застроенное многоэтажными домами вокруг этого нашего дачного поселка. Сейчас он находится в лесу. Там замечательная экология пока еще. И меня, конечно, очень волнует, что там будет вокруг происходить. То есть даже если абстрагироваться от самого дачного поселка. Спасибо. Пожалуйста. Ну, мое мнение, что да, в ближайшие, может быть, пятилетку или в ближайшие 7 лет никто ничего вырубать не будет. Но в дальнейшем это однозначно будет вырубать. Генплан. Все зависит от того генплана, который будет принят. То есть что там будет, что будет располагаться, что город решит расположить. То есть вот сейчас были первые слухи о том, что в коммунарке будут располагаться правительственные комплексы. Ну, вот сейчас уже отыграли обратно. То есть реально на памятнике репрессий на самом деле наше правительство не хочет сидеть. Ну, мне это, например, понятно. То есть все зависит от того, что решат построить. Почему я еще раз говорю, что все эти цены пошли вверх, там еще что-то, кто-то, где-то, что-то. Это не более чем спекуляции. Потому что до 2013 года, где-то до лета ориентировочно, никто вам не сможет сказать, что будет построено на данных территориях. И где это будет построено. Если решат построить на вашей территории второй Лосиный остров, вам повезло. Если решат построить каток, вам не повезло. Или какой-нибудь там спортивный комплекс Лужники-2. То тогда не повезло. И будет разговор достаточно серьезный и достаточно скоротечный. Но это вот моя практика. Понятно, что мы все дружно верим в будущее светлое. Но на самом деле практика показывает, что никакого светлого будущего он не будет по-любасу. Так вот, возвращаясь вкратце, у нас еще буквально до новостей минутка осталась. Возвращаясь к гарантии. Какие гарантии сейчас предоставляет государство? Потому что говорили, что лес не будут трогать. Говорили, что населенные пункты, как они существуют, они уйдут в муниципальное образование. Абсолютно верно, да. Но все, кто ездил, например, по старой Калушке, по старой трассе Калужской, там видят, что, например, дома с деревень стоят настолько плотно к дороге, что расширить ее практически невозможно. А собираются. А собираются. То есть, соответственно, будут выселять. Кстати, если вы обратите внимание, ездите по этой трассе, посмотрите, как много появилось на заборах объявлений, что продаю участок. То же самое, да. На самом деле, учитывая, что такие изменения произошли, и новые, скажем так, новые земли вот эти присоединились, блин, ну не стал бы я, конечно, покупать эти участки. Потому что, скорее всего, их при расширении дороги выселят неизвестно куда. Ну, я могу сказать, что все будет зависеть от того генплана, да, который будет принят. Соответственно, у нас по градостроительному законодательству генплан утверждается при учете мнения населения, да, после публичных слушаний с учетом их результата. Но сейчас говорить о том, что, ну, 100% там, да, что-то не будут вырубать, либо что-то будут вырубать, тоже нельзя. Здесь, скорее, действительно нужно опираться на нормы земельного законодательства, говорящего о том, что гарантия такая. Вам возмещается стоимость, рыночная стоимость, и это закреплено законодательством. Не просто там стоимость БТИ, да, или там кадастровая стоимость все-таки, которая будет там оценена и предоставлена, либо предоставление равноценного земельного участка, равноценного имущества. Давайте мы вот это перенесем уже на следующую часть нашей программы. У нас новости. Мы продолжаем разговор о вновь присоединенных территориях. Я не знаю, почему наши замечательные эксперты стесняются, потому что в перерывах на рекламу идут жуткие обсуждения дикие. Так вот, Мария, есть гарантии или нету их? Ну, я считаю, что есть. А я считаю, что нет. Ну, вот у меня немножко другое мнение. Хорошо, какие гарантии? Ну, давайте я просто немножко посвящу наших слушателей вообще в особенности процесса. Подождите, а вот это мы сейчас сделаем сразу после того, как поговорим с нашим радиослушателем. Да, хорошо. Я еще не ответил на то. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей. Да, да, меня зовут Андрей. Доброе утро. Доброе. У меня вопрос. Я прошлым летом приобрел участок недалеко от Троицка. Там схема с арендой на 49 лет, разрешение на малоэтажное строительство, строю дом. Но, как объявили, что теперь это будет Москва, еще в прошлом году приостановили оформление этих земель в собственность. Вот. Хотя есть закон, по которому определен порядок оформления земель из аренды в собственность. Там есть ставка понятная. Но почему-то оформление приостановили и до сих пор, насколько я знаю, ничего не оформляют. Вот вопрос. Это вообще что происходит и что будет дальше с этим законом? Спасибо. Мария. Татьяна, что происходит? Ну, это вполне закономерно вообще в моем понимании. Потому что в данной ситуации, вот как я себе представляю, сейчас приостановили оформление именно по причине того, что непонятно, что где будет располагаться, где будут выделяться земельные участки, где будут прокладываться дороги и все остальное. Объяснить, почему это происходит, я не могу. Потому что если у вас уже ведется строительство, если вам предоставлен земельный участок по договору аренды, то, безусловно, строительство должно быть завершено. Потому что если, естественно, все было предоставлено законно, и все права были оформлены законно, и на данном участке разрешено строительство, то, безусловно, по окончании его вы имеете право оформить данный земельный участок в собственность по 36 статье земельного кодекса. Поэтому почему сказать, это я вот ответить на этот вопрос сейчас не могу А я отвечу, Андрей Пожалуйста А потому что в городе Подольске прокуратура изъяла компьютеры, навела шорох Потому что в Подольске граждане из администрации начали распоряжаться земельными участками, которые теперь принадлежат городу Москве И только город Москва может теперь распоряжаться этим землей Можно выразить третью точку зрения? Нужно, Татьяна, наконец-то наши радиослушатели услышали ваш замечательный голос Дело в том, что если раньше правообладателем вашего участка была Московская область, сейчас правообладателем вашего участка становится город Москва И поскольку у вас, соответственно, договор аренды, арендодатель у вас вполне в законном порядке просто меняется Смена арендодателя у нас не влечет за собой расторжение договоров аренды То, что у вас приостановлены документы на оформление собственности Простая бюрократическая процедура Так что, я думаю, паниковать рано А можно вернуться к тому вопросу, который задали до этого, да, в отношении оценки? Давайте Ну, опять-таки, выражу такую точку зрения, то, что я считаю, что гарантии есть Потому что, если есть хотя бы один шанс вообще идти по нормам закона, то этот шанс всегда есть И вы можете его использовать У нас не одна инстанция, да, у нас все-таки есть вышестоящие инстанции, в которых можно оспорить то решение суда, с которым вы не согласны Поэтому, даже если вы предоставляете свою оценку, которая вас вполне устраивает И она составляет, допустим, 25 миллионов Вам предоставляют совершенно другую оценку органы государственной власти Или органы местного самоуправления, которые хотят изъять ваш земельный участок То, естественно, в суде может быть отчислена судебная оценка И, естественно, будет принята та или иная сторона, либо та оценка, которая была произведена в судебном порядке Поэтому такой шанс есть Вы понимаете, если бы у нас в законе либо вообще бы не было прописано положение о том, что это рыночная стоимость Например, была бы закреплена кадастровая стоимость БТИ Да, я бы сказала, что это действительно пожар, потоп и так далее Поэтому я считаю, что защищать свои права и бороться можно и нужно Здесь вопрос, конечно, времени, нервов и так далее Потери того участка, с которым связана у вас память, ваше детство и какие-то иные моменты Здесь процедура предоставления другого равноценного участка, она достаточно туманна и сложна Допустим, есть люди, которые говорят, я не хочу деньги, предоставьте мне точно такой же участок Вот здесь могут начаться уже еще большие сложности, чем просто даже с выкупом Потому что процедуры предоставления равноценного участка, они нигде не прописаны И действительно каждый раз это будет абсолютно индивидуальная процедура Это вам будет какое-то определенное количество участков показывать Будет привлекаться, вероятно, риелторская компания, оказывающая профессиональные услуги на рынке недвижимости Поэтому здесь момент тоже достаточно сложный Но, тем не менее, у вас всегда есть право отказаться, потому что это неотъемлемое право, оно в законодательстве закреплено Ну и могу сказать о том, что сейчас как раз мы работаем с одним клиентом, который находится в похожей ситуации Ему предлагают несколько вариантов, я просто не буду говорить сколько И всячески пытаются сделать так, чтобы действительно его права были сохранены Вообще те, как сказать, то количество даже соток, определенная площадь его дома, где он жил С теми же, может быть, техническими характеристиками, качественными характеристиками Все это соблюдается Поэтому, ну, у меня такой прецедент есть, и он не один Поэтому я считаю, что шанс есть, безусловно, всегда будут какие-то недовольные Шанс есть всегда Ну, я в это верю, потому что я просто знаю это на практике Поэтому давайте бороться, я считаю, что молчать это всегда, ну, ситуация ведущая в никуда Безусловно, если вы молчите и не отставите свои права, с вами поступят так, как сочтут нужным Совершенно верно, и главное уже сейчас задуматься о том, что происходит с землями, которые Ну, кто-то владеет, кто-то не владеет, кто-то арендует, кто-то собирается арендовать То есть уже сейчас необходимо проявлять инициативу и хотя бы интересоваться, господа, там, хорошие чиновники наши А что собирается государство, там, в виде субъекта федерации построить на землях? Попадаем, не попадаем, что будет с нашим лесом? Ну, безусловно, это нужно выяснить, это нужно обращаться, там, да, в органы, там, местного самоуправления Сейчас они, ну, их полномочия сейчас сохранены до момента их истечения, да То есть вы можете обратиться вот в те же, там, не знаю, муниципальные округа и так далее, как они сейчас называются, там, да И поинтересоваться вообще, что, какие-то есть зоны, которые, там, подпадают, допустим, под трассу в дальнейшем Ну, все равно же какие-то проекты есть сейчас За эфиром, Мария, вы сказали, что сейчас собирается реестр незаконных строительств, вот эта вся ерундистика То есть кто, кто, как получал земельные участки Ну, есть такое, да, но это совершенно неофициальный носит характер данные сведения Ну, это понятно, то есть город Москва уже готовится к тому, что они будут вычищать Проверять, да, проверять, вычищать, да Хорошо, вы говорите, проверять, я говорю, вычищать все те площади, которые посчитают необходимы Итак, вот у нас есть, например, там, ну, склад или СНТ Есть определенные нарушения, ну, нет, нарушений нет По-другому вспомню Вот у людей есть свидетельство о праве собственности на землю Будь то склад, будь то торговый комплекс, будь то дача, будь все, что угодно Что необходимо людям сейчас предпринять, чтобы обезопаситься Или, по крайней мере, так без боя не сдаваться Здесь очень важно будет, действительно, ознакомиться, во-первых, с этими документами Да, потому что если поднимет земельный участок в собственности, да То это одна ситуация, да, я могу сказать о том, что, ну, 50% успеха Если она не в собственности Уважаемые радиослушатели, просто заметьте, да, эксперт говорит, что если у вас есть свидетельство на право собственности Безусловно То это уже 50% успеха Большой процент Однозначно В нашем государстве, имея собственность и иметь 50% гарантии успеха, это очень большой успех Ну, позвольте, если у нас оспаривается вообще по прошествии многих-многих лет Законность выделения того или иного земельного участка, на который же получено свидетельство То я большего процента просто даже дать не могу в данной ситуации Поэтому, как обезопасить себя? Ну, я считаю, что нужно просто обратиться к юристу и провести проверку своего же участка Не важно, где находится эта юридическая фирма Но, тем не менее, обратиться к человеку-знающему, к профессионалу, который просто оценит На данной конкретной территории такой земельный участок с таким видом разрешенного использования Мог быть предоставлен или нет? И так далее, и тому подобное Ну, вот могу сказать только в рамках именно законодательства Я не беру какие-то иные моменты, да, как можно будет решить этот вопрос Неуполномоченно и не могу Сейчас хочу еще, как бы, да, огорчить наших радиослушателей Недавно услышал распространенное такое заблуждение, что с 1 июля Автоматически все земли, которые были присоединены к Москве, стали землями поселения Абсолютно верно То есть это не слух? Это не слух А что же со сельхозкой? Что касается земель сельхозназначения Они, как вы уже сказали, стали теперь землями населенных пунктов Собственно говоря, в правоотношениях, касаемых этой категории земель, ничего не изменилось То есть просто есть дополнение в закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения То есть как раньше имели муниципальные, федеральные образования, преимущественное право выкупа таких земель То теперь, что касается новой Москвы, Москва имеет право преимущественного выкупа таких земель Только они теперь не сельхозназначения, а земли населенных пунктов Менять что-то надо? Свидетельство менять надо? Нет, ничего не надо менять Опять же, касаемо последних изменений, 29 июня 2012 года Если меняется назначение земель, меняется адрес, меняется название Все эти изменения в реестр вносятся автоматически Не надо никуда бежать с заявлениями, это все сделают за вас Причем есть срок, 3 месяца Кто сделает? БТИ, органы местного самоуправления, органы государственной власти Обязаны предоставить сведения об адресе изменения, наименовании и так далее То есть если меняется название, наименование данного муниципального округа или муниципального района То в данной ситуации все это вносится автоматически Не нужно бежать в регистрационную палату, отстаивать очереди Ну это понятно Это все понятно Уважаемые радиослушатели К сожалению, просто не хватает времени охватить полностью все вопросы, связанные с данной тематикой У меня поэтому к вам на самом деле предложение Пишите на сайт финам.фм Пожелания, хотите продолжить тему, не хотите продолжить тему Может быть есть какие-то свои вопросы Пишите, мы с удовольствием кому-то ответим А для кого-то сделаем даже отдельную программу Я ухожу, к сожалению, из студии Прощаюсь с вами до четверга следующего И передаю микрофон новости